О цивилизации можно судить по тому, как она общается с животными. Это слова Махатмы Ганди. В развитом обществе численность бездомных собак и кошек регулируют гуманными способами. В Чебоксарах тоже планируют наладить такую работу. Несколько месяцев назад началось строительство пункта передержки бездомных животных. Но у активистов, волонтеров зоозащиты возникли сомнения в гуманности методов, которые будут там применяться. Спустя два месяца удалось инициировать проведение круглого стола с участием властей города, ветеринаров и зоозащитников. В Чувашии в прошлом году более 3000 человек обратились за помощью в больницы. Причина одна – неадекватное поведение бездомных животных. Медики в этом случае неумолимые. Обязательно прививка от бешенства. Эта цифра каждый год примерно на одном уровне. Интернет пестрит видеороликами, где бездомные животные нападают на людей или люди сами жестоко обращаются с уличными собаками или кошками. В Чебоксарах несколько лет назад работал док-отель. Он располагался на Канажском шоссе. Но без денежных пожертвований приют не смог существовать и закрылся. Муниципалитет предложил вариант – пункт передержки. Отлавливались только агрессивные животные. По этому постановлению Кабинета министров предполагается передержка в течение трех дней. Если в течение трех дней не находится хозяин этого животного, значит животное подлежит умиршлению. С пункта передержки готов к приему животных. У зоозащитников возникли сомнения по поводу гуманности способов регулирования численности бездомных животных. Они считают, что для этого есть и другие методы. Метод, который мы хотим сейчас предложить – это отлов, стерилизация и вакцинация. Только он защищает население и жителей и является защитой от бешенства. То есть тот метод, который на сегодняшний день работает, он бешенство никак не останавливает. Активисты из Чебоксара изучили опыт решения этого вопроса в других городах России. В Санкт-Петербурге программа отлова, стерилизации и вакцинации работает уже с 2005 года. Ежегодно там на эти цели тратится по 5 миллионов рублей. За это время профилактике подверглись 22 тысячи собак. Стерилизация предотвратила появление новых безнадзорных животных. В Чебоксарах зоозащитники тоже разработали программу. Примерно процедурам стерилизации и вакцинации необходимо подвергнуть 900 животных. Деноразово на каждую собаку будет потрачено 3,5 тысячи рублей. Всего на 2017 год необходимо 3,5 миллиона. Эта программа должна быть разработана на 2-3 года, чтобы справиться с проблемой. А потом этот результат просто надо будет поддерживать. То есть основные вливания должны быть первые 2-3 года. Сейчас городское собрание приняло решение передать пункт передержки благотворительному фонду. До 1 ноября там появится вода, электроэнергия и отопление. Пункт передержки мы принимать, естественно, готовы. Но пункт передержки должен быть, скажем так, более-менее приемлемым в варианте. Кроме того, земля под приютом является муниципальной собственностью. И это гарантия, что благотворительный фонд не задушат налогами. А он, в свою очередь, обещает привлекать еще и спонсорские средства. Но это не означает, что вопрос содержания бездомных животных решен полностью. Что будут делать с теми собаками, которые вернутся обратно в городскую среду. И как будет организована доставка животных в приют. Вы должны дать нам именно свои предложения, что вы будете делать. Должна быть большая информационная работа с населением. В ближайшее время премьер-министр Иван Маторин подпишет распоряжение о том, как будет упорядочена работа по регулированию числа безнадзорных животных. Татьяна Молкова, Анастасия Лангина, Олег Якимов, Республика.